Добрый день! Губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги, журналисты. Добрый день, Семенов. Добрый день! Владимир Сергеевич, здесь собрались более 70 журналистов, представляющих Тульскую область, Российскую Федерацию и хотят вас обо всем расспросить. Здорово! У нас такой первый раз формат. И, конечно, волнительно, тем более, когда 70 журналистов. Начинаем? Да. Эту пресс-конференцию транслирует телеканал Первый Тульский. Я думаю, будет логично дать слово коллегам. Пожалуйста, Первый Тульский, Алексей. Девочки, микрофончик дайте, пожалуйста. Добрый день, Алексей Чеснов, ТВ-центр Тула, спортивный обозреватель. Хотелось бы поздравить вас, болельщиков, всю Тульскую область с долгожданным выходом Арсенала в Премьер-лигу. Действительно, давно ждали, 30 лет ждали. В этом году как раз 30-летие, как у нас команда получила имя Арсенал. До этого она у нас называлась, если мне память не изменяет, команда Тульского оружейного завода, ТОЗа. И в этом году 30 лет. Действительно, наверное, нужно поздравить прежде всего всех туляков, жителей области, болельщиков, команду Дмитрия Оленичева. Действительно, великолепный успех за чуть более чем 2,5 года из любительской лиги пройти профессиональную футбольную лигу и выйти в высшую лигу, ну, премьер-лигу, как сегодня принято называть. Это действительно такой спортивный подвиг. Ну, я Дмитрию Анатольевичу говорил, что останавливаться не нужно. Нужно пытаться повторять подвиг Спартака, который он совершил в конце 70-х годов, когда, в общем-то, из команды, второсортная команда, да, команда смогла быстро ворваться в высшую лигу и на втором сезоне стала чемпионом тогда СССР. Это вот, мне кажется, такая амбициозная задача. И я думаю, что это общая победа, мне кажется, она, конечно же, прежде всего, команда и Дмитрия Оленичева, но, мне кажется, это общая победа всех туляков. Чтобы закрепиться в премьер-лиге, нужно будут серьезные деньги. Чтобы закрепиться, нужно хорошо играть. Но при этом при всем... Деньги необходимы, но не основное условие для того, чтобы хорошо играть. Должен быть дух. Должно быть желание у команды побеждать. Желание действительно бороться, бороться до конца. И, мне кажется, тот характер, который команда показала в своей крайней игре с лидером сегодня турнира, с командой Мордовии, это действительно тоже дорогого стоит, тем более на домашнем матче смогли обыграть на выездном матче для нас, а на домашнем для команды номер один в нашей группе. Действительно, надо сказать, обыграть ее это дорогого стоит. Но все же, нужны будут приобретения, будут покупаться наверняка футболисты. В первом дивизионе у нас был один из самых маленьких бюджетов. Изменится ли эта ситуация уже в премьер-лиге и появится ли, наконец, у клуба титульный спонсор? Спасибо. Да, спасибо. Что касается вопроса титульного спонсора, этот вопрос действительно очень важный. Мне кажется, оборонно-промышленный комплекс России имеет право, чтобы его представляла своя футбольная команда. И, действительно, это команда, которая может показывать хорошие результаты. Но, кстати, это единственная команда из Центрального федерального округа, если не считать, конечно, наших мейджоров, ЦСКА, Спартак и Ломакомотив, которые, в принципе, не представляют какой-то конкретной регион, а представляют в целом футбольную элиту, то, конечно, для нас это такой вызов и такой челлендж. Серьезная задача в том, чтобы не только закрепиться, но и показать хороший футбол. Поэтому по титульному спонсору мы будем и дальше работать. Я считаю, что титульный спонсор должен быть связан, безусловно, с оборонно-промышленным комплексом. Но я напомню, что команда у нас функционирует как некоммерческая организация. И напомню, что у нас есть компании, которые учредили эту некоммерческую организацию. Это Желдор Маш, это Машзавод, это как раз наши титульные тульские предприятия, которые в том числе активно помогают команде готовиться и убеждать. Поэтому работаем над этой проблемой. Но еще раз говорю, что это не основная проблема. Гораздо важнее сохранить тот боевой дух, который есть, и сохранить команду. Действительно, думаю, что нужны будут какие-то такие точечные решения. Но эти решения должны только усилить команду. И ни в коем случае нам не нужно почивать на лаврах. Задача войти. Задачу мы выполнили. Большая задача закрепиться. Закрепиться плотно. Ну а дальше можно ответить кричалкой тульских болельщиков. Через год, через два Тула в Кубке УФА. То есть, в принципе, такой задачи никто не отменял. Пожалуйста. Не могу не породить своим. Телеканал России. Антон Губарев, пожалуйста. Антон Губарев, телеканал России. Микрофон поближе, держите, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Хотелось бы задать два вопроса. Первый. Тысяча дней во главе региона. Ваша пресс-конференция сегодня так называется. Вот какой из этих тысяч дней был для Вас самым тяжелым, самым памятным. И что изменилось в Вас, как губернаторе, в человеке, в тулике за этот срок? Спасибо, Антон, за вопрос. Он такой, наверное, каждый день чем-то памятный. Безусловно, я не могу не вспомнить свои переживания 11 мая, когда я переживал за нашу команду. И, что называется, смотрел прямую трансляцию и звонил каждые 10 минут. Потому что, действительно, для меня, я хотя человек не футбольный, я только, так сказать, начинаю делать первые шаги в футболе и, может быть, не очень хорошо в нем разбираюсь, в отличие от своих сыновей, но для меня, действительно, так сказать, то, насколько Тула футбольный город, я, честно говоря, даже не предполагал. И вот даже можно сравнить, посмотрите, крайняя игра Мордовия-Тула, домашний матч для Мордовии, день, когда Мордовии будут вручать кубок победителя, да, то есть и команда вновь возвращается в высшую лигу, всего 4,5 тысячи. Причем результат матча для команды не принципиальный, то есть они уже победили, вышли. Всего 4,5 тысячи зрителей. Но я предполагаю, если бы у нас этот матч для нас проходил в подобном составе, я думаю, что, конечно, это было бы, ну, был бы полный стадион, как вы помните, как на матч с Торпедо, когда, ну, у нас практически весь стадион был заполнен. Наверное, этот день вот из последних, он самый эмоциональный, самый впечатлительный, самый такой переживательный. Ну, и поверьте мне, что такое количество поздравлений, которое я получил от простых людей, заканчивая сильными мира сего, то я, честно говоря, даже не ожидал, что футбол, вот он действительно города берет. Ну, а Тула город футбольный, поэтому футбол будем развивать. У нас большие задачи, и это развитие не только, мы же должны теперь иметь команду «Дубль», у нас неплохо играет наша молодежная команда, и мы планируем, в принципе, есть одно из направлений, может быть, создать футбольную академию «Арсенал», для того, чтобы как-то вот эта преемственность появлялась, и чтобы молодые тулики имели возможность играть уже в высшей лиге. Ну, и основная, наверное, все-таки задача для клуба, которую мы обсуждали с Дмитрием Оленичем и с Борисом Грызловым, потому что он был человеком, который и инициировал, тогда это был проект, потому что по-другому никто не верил, да, то есть многие же как говорили, вот «Арсенал» создают под выборы, сейчас выборы пройдут, и про клуб опять забудут. Но, сами видите, за то, что мы беремся, мы стараемся доводить до конца, и уверен, что это еще не конец, это только начало. Но начало более серьезной, более кропотливой, важной работы. Второй вопрос, Владимир Сергеевич, если позволите. В этом году мы стали свидетелями исторического события присоединения Крыма к России, возвращения в родную гавань, как это сейчас часто говорят. Но, к сожалению, встречал очень много мнений таких, что зачем помогать Крыму, когда самим мало. Вот Тульская область чем может помочь нашим согражданам? И ваше мнение, как мы должны это делать? Антон, но это не секрет, что за Тульской областью закреплен с точки зрения шефской помощи город-герой Керчь. Действительно, для нас это большая ответственность, потому что город-герой Севастополь закреплен за городом-героем Москвой, и, соответственно, город-герой Керчь за городом-героем Тулой. Помощь, прежде всего, конечно, осуществляется с точки зрения нормального вхождения в юридическое пространство Российской Федерации, потому что, действительно, Украина это унитарное государство, где вы знаете, что губернаторы назначались. Даже элементарный вопрос получить разрешение на строительство дома вам необходимо было получать в республиканском органе власти. То есть это даже не местные органы власти, как у нас, например, принимают подобное решение. Совсем другой принцип организации государства. И, безусловно, очень важно, чтобы, так сказать, граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, не почувствовали вот этого перехода, почувствовали только улучшение. Поэтому, прежде всего, это нормативная поддержка. Мы очень плотно, так сказать, занимаемся этой работой. У нас создана рабочая группа. И, кстати, на этой неделе мэр города-герой Керчь, Асачи, будет у нас с визитом в Туле. Мы будем передавать первую благотворительную помощь. Это техника, коммунальная техника, которая необходима для уборки города. Это как раз те средства, которые собрали тулики, которые были выделены. Ну, каждый, кто сколько смог, помог. И вот почти 15 миллионов рублей. Это та благотворительная помощь, на которую уже приобретена коммунальная техника. И мы на этой неделе первую партию будем передавать. А нужно ли помогать? Вы знаете, нужно всегда помогать. Всегда любому, не только региону, любому человеку, который оказался в сложной ситуации, ему нужно помочь. Почему? Потому что любой человек, поддержав его, вы даёте возможность человеку выпрямиться, преодолеть те трудности, которые у него есть, и идти дальше. Может быть, случится так, что он потом поможет и вам. Спасибо. Пожалуйста. Давайте эхо Москвы, эхо Тулы. А давайте мы девушку попросим. Вы, наверное, сюда вставайте. Тогда удобнее будет, чтобы все наши... Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Поближе микрофончик. Пару вопросов есть, позвольте. Принято решение об объединении Ленинского района города Тулы. Для чего вообще это делается? Каковы окончательные цели? Что будет с льготниками, которые проживают в сельской местности? И, может быть, вы даже скажете, кого бы вы хотели видеть во главе подобного муниципального административного образования? Я хочу сразу оговориться, что решение находится в стадии обсуждения с жителями. Сегодня проходят публичные слушания. И инициатива, как вы помните, она принадлежала главе администрации Ленинского района и главе муниципального образования города Герой Тула. Просто оценив те, скажем, перспективы совместного развития этих двух территорий, коллеги посчитали, что возможна синергия. Ну, во-первых, я не буду даже говорить про сокращение бюрократического аппарата, то есть уменьшение расходов. Это, безусловно, происходит само собой. Но самое важное то, что реально доступность местной власти для жителей Ленинского района может быть не какой-то умозрительной, а реальной. Потому что сегодня для того, чтобы доехать иногда до администрации Ленинского района, поселок Ленинский, некоторым жителям района приходится преодолевать более 100 километров. И здесь вот это территориальное деление, оно, когда Ленинский район функционирует как кольцо вокруг города Героя, оно, конечно же, имеет свои изъяны. Но и хочу сказать, что здесь это взаимовыгодное решение, потому что и Ленинский район дает возможность городу Герою в дальнейшем развиваться, не уходить от точечной застройки, комплексной застройки, районной застройки, но, безусловно, жители Ленинского района получат те возможности, которыми сегодня пользуются туляки, при этом они не потеряют те права, которые у них есть. Мы даже специально, вы знаете, выпустили такую вот брошюру, называется она «Большая Тула Плюс», и здесь как раз есть все вопросы, которые возникают у людей по мере того, что будет происходить при образовании нового муниципального образования. Это и вопросы прописки, вопросы социальных льгот. И вот я думаю, что будет здорово, если вы своим читателям, слушателям сможете вот эту информацию донести. Я специально попросил, чтобы эту брошюру принесли для того, чтобы вы могли её взять и уже более чётко ответить на все интересующиеся вопросы. Если хотите, я могу прочитать, но я думаю, это займёт много времени. И ещё один вопрос. В недавнем своём интервью говорили, что проблема с финансированием долга Тульской области будет решаться после майских праздников. Вот майские праздники посади. Как вы текущую ситуацию оцениваете и принято ли решение о привлечении кредитов на финансирование дефицита областного? Спасибо. Ну, в целом, обстановка, в общем, наверное, ни для кого не секрет, что в целом ситуация финансовая, она такая напряжённая. Турбулентность есть не только в Тульской области, но в целом в мире. Поэтому экономики разных стран чувствуют себя по-разному. Но хочу сказать, что тот бюджет и тот финансовый план, который мы утвердили, пока мы чётко действуем в соответствии с этим планом. Что мы имеем на сегодняшний день? Ну, вот на 1 января 2000... Мне кажется, у нас сегодня тысячи дней. И когда мы говорим о тысяче дней, то как раз, наверное, есть смысл сравнивать те параметры, которые у нас были на момент начала деятельности и, соответственно, на текущую дату. Вот на 1 января 2011 года долг Тульской области составлял чуть более 8 миллиардов рублей. И это было примерно 32% от собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области. На сегодняшний день он составляет 13,9 миллиардов рублей. Ну, сейчас чуть больше, сейчас 500 миллионов мы взяли бюджетного кредита, но у нас в том числе в мае месяце, через неделю будет происходить погашение облигаций на 500 миллионов, поэтому на 1 мая, на 1 июня цифры будут одинаковые – 13,9 миллиардов рублей. Это составляет 35% от собственных налоговых и неналоговых доходов. Как вы видите, в относительных цифрах сумма долга не увеличилась. В абсолютных цифрах, да, действительно она увеличилась, но это как раз те цифры, которые нам позволяют участвовать во всех наших федеральных программах. Это программа по строительству фоков, она финансируется по программе 50 на 50. Это реализация указа президента по переселению из аварийного жилья. У нас очень большой объем – 321 тысячи метров квадратных мы должны переселить, построить и переселить – 16 200 человек. Это цифра точная – 16 200. Информация в фонде, она старая, неуточненная. Мы уже им подали информацию, общая информация – 16 200 человек. Это почти 5 500 семей. И на реализацию этой программы, только на строительство, необходимо 10 миллиардов рублей, без 100 миллионов. Основной объем софинансирования – это бюджет Тульской области. Это реализация программы по предоставлению жилья детям-сиротам. Это тоже приобретается, безусловно, за счет бюджета Тульской области. Поэтому, знаете, я думаю, что мы один из немногих регионов, ну, если не считать регионов-доноров, таких как Москва, Санкт-Петербург и так далее, то мы регион, который находится пока в безопасной черте с точки зрения привлечения долга. И опасная черта, она определяется не по объему долга, а по объему средств, которые вы выделяете на обслуживание долга. Пока у нас этот процент не очень большой, порядка 2,5% от расходной части, что, в общем-то, на мой взгляд, безопасный порог. Пожалуйста, давайте газетчикам, наверное, Слобода. Добрый день, Владимир Сергеевич. У меня вопрос, который касается, наверное, всех, от мала до велика. Вопрос о здоровье, вернее, о его поддержании, здравоохранении. Вы, как глава региона, должны обеспечить нам всем качественную медицинскую помощь. Ваши инициативы замечательные. Это программа «Земский доктор», миллион подъемных для сельских врачей, ипотечная программа «Совершенно смешной процент для врачей». Это все хорошо, но в то же время наше врачебное сообщество в Туле лихорадит. Вот буквально недавно уволились практикующие главные врачи. Как Вы думаете, в чем проблема нашего тульского здравоохранения? Такой старинный русский вопрос. Кто виноват и что делать? Ну, это, мне кажется, ответ очевиден. Это в чем дело? В прокладке между рулем и сидением, в человеке. В том-те руководителе, который непосредственно занимает ту или иную должность. Поэтому, когда мы с Вами говорим о главных врачах, то, безусловно, это прежде всего организаторы здравоохранения. Люди, которые должны организовать саму систему таким образом, чтобы у пациента не возникало никаких вопросов. И у нас на сегодняшний день 66 учреждений здравоохранения Тульской области. Хочу отметить, что минимальная заработная плата главного врача даже в сельской территории, небольшой районной больницы, составляет 70 тысяч рублей. Отдельные главные врачи у нас, соответственно, имеют 2 НДФЛ по 2013 году больше 5 миллионов рублей. То есть, в принципе, уровень доходов врачей, как Вы предполагаете, он, в общем-то, не маленький. И здесь есть всегда проблема одна, очень тонкая, но очень важная, что какие услуги пациенту оказываются бесплатно, а какие за его деньги. Так вот, хочу подчеркнуть, что все услуги по системе медицинского обслуживания в нашей стране оказываться должны бесплатно. Есть исключения. Вы всегда, приходя в больницу, можете, скажем, попросить какую-то дополнительную услугу. Ну, например, если это касается вопроса стендирования, то есть Вы можете попросить, чтобы Вам поставили какой-то индивидуальный стенд, но Вас всегда в больнице должны предупредить, что у нас есть вот такие-то стенды, и Вы эту услугу можете получить бесплатно. В том случае, если Вы хотите, соответственно, получить ее бесплатно, Вы ее получаете. В том случае, если Вы хотите сделать какое-то улучшение, Вы можете, наверное, принести свои расходные материалы, либо, соответственно, приобрести их тут же, если они есть. И вот здесь очень тонкая грань между платным и бесплатным. Хочу Вам привести один пример. Людмилу Ивановну Котику, Вы знаете все, это почетный гражданин Тульской области, она возглавляет одно из очень непростых, очень важных и нужных наших медицинских учреждений – детскую больницу. Вот можете себе представить, у нее нет вообще платных услуг. Все услуги, которые у нее оказываются, все бесплатны. При этом у нее соблюдается полностью линейка по заработной плате по врачам. Уровень этой заработной платы у нее в больнице даже выше, чем у ее коллег. А есть, к сожалению, где немножко играются с платными услугами. А когда мы начинаем разбираться, то чувствуем, что местами грань могла быть передана. То есть услуга была оплачена дважды. Из фонда обязательного медицинского страхования, то есть из бюджета фактически Российской Федерации, и как добровольное медицинское страхование. Вот в этом большая разница. И я думаю, что все врачи меня прекрасно понимают, о чем я говорю. Очень важно не гнаться за платные услуги. Прежде всего, и основная задача, которая стоит в указах президента, 597 указ, который направлен на повышение уровня заработной платы всех бюджетников, это повышение качества услуги. Образовательные услуги, социальные и услуги здравоохранения. И здесь, когда мы в некоторых больницах разбираемся, то мы видим, что на конец года по 20, иногда по 30 миллионов рублей недополученных бесплатных услуг, которые могли быть оплачены из фонда обязательного медицинского страхования, и подобные же услуги были получены деньги от наших с вами жителей. Мне кажется, такого допускать нельзя. Я со всеми главными врачами об этом говорил. Я настоятельно их просил, чтобы они не допускали подобного рода нарушений. Я думаю, что они меня все услышали. Они все прекрасно понимают, о чем я говорю. Поэтому никакого лихорадения, как вы говорите, нет. Идет совершенно нормальная работа. Но когда на встрече с жителей в Арсеньевском районе мне задают женщину, молодая женщина, мамочка задает вопрос, что за лечение ее ребенка, за анестезию медсестра в Аныкинской больнице попросила 5 тысяч рублей, вы знаете, вот такие вещи, они меня, конечно, сильно беспокоят. И хочу сказать, что я попросил контрольный комитет Тульской области провести неочередную проверку в Аныкинской больнице с точки зрения предоставления платных и бесплатных услуг. Спасибо. А еще один, можно короткий, самый короткий вопрос? Владимир Владимирович, не против? Для слободы еще вопрос. В мае месяце обещали повесить, установить шпиль на колокольню. Когда случится это событие, мы все ждем. Запланировано у нас 26-27 мая, но будет зависеть от погоды, потому что если будет сильный ветер, то мы, конечно, будем дату двигать. Будем по погоде, что называется, время ловить. Все для установки и часовой части, курантной части, и установки шпиля, в принципе, все готово. Все остальные работы по колокольне идут в срок, и я думаю, что к дню города, к дню области мы, в общем-то, так сказать, колокольню полностью построены. Но, правда, храм будет подготовлен, внутренний храм будет подготовлен под отделку, и я хотел бы тоже, конечно, пользуясь случаем, попросить Туликов поактивнее принимать участие и перечислять деньги в фонд Тульского Кремля на завершение этих работ. Спасибо вам за колокольню и за кремлю. Коллеги, предлагаю все-таки по одному вопросу, потому что работаем достаточно долго, всем времени хватит. Давайте от газет к радио. Кристина Воробьева, Радио России, пожалуйста. Добрый день, Владимир Сергеевич. Вопрос по экономике. Недавно вы вернулись из Китая с рабочей поездкой, где встречались с руководителями ряда крупных производителей автокомпонентов и автомобилей. Стоит ли ждать в Тульской области развития этой отрасли? Спасибо. Да, спасибо, Кристина. Очень важный вопрос. Я вчера был в том числе с рабочим совещанием у председателя правительства, и как раз это совещание было посвящено развитию отношений Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И, безусловно, когда мы начинаем смотреть наши торговые объемы, то в основном торговые объемы у нас с Евросоюзом. То есть основная торговля идет между Российской Федерацией и Евросоюзом. Небольшие объемы с Соединенными Штатами Америки, чуть больше объемы с Китайской Народной Республикой, чуть больше объемы с Индией. И, в принципе, сегодня страны Азиатско-Тихоокеанского региона – это самые быстро развивающиеся экономики. Китайская, индийская, вьетнамская, индонезийская. Ну и проживает почти 4 миллиарда человек, то есть это две трети населения. То есть рынок очень быстро растущий. Есть ряд проектов, которые интересны для них, есть ряд проектов, которые интересны для нас. Поэтому совещание было посвящено именно этому, взаимодействию. Были приглашены ряд губернаторов, в том числе и Тульской области. У нас есть несколько проектов, которые мы предлагаем нашим азиатским партнерам. Это и проект по станкостроению, созданию центра станкостроения в Тульской области. Он действительно очень перспективный, мне кажется, проект. И самое важное, он очень емкий с точки зрения и инвестиций, и с точки зрения создания высокопроизводительных рабочих мест. Поэтому у нас есть определенные наработки. Я думаю, что в ближайшее время вы о них узнаете. Я просто пока, знаете, не хотел бы о них говорить. Я думаю, что это будет, если у нас все сложится, как мы запланировали, то это будет второй мой по значимости счастливый день, самый запоминающийся день после победы, конечно, Арсенала и выхода его в высшую лигу. Пожалуйста, давайте интернет, портал Майсло. Анна Чептьева, корреспондент интернет-портала Майсло.ру. Владимир Сергеевич, Вы смотрели Евровидение? Хотелось бы узнать Ваше мнение, как Вам бородатая победительница Кончита Вёрст? Ну, честно говоря, я не смотрел, но комментировать подобное решение жюри, ну, не знаю, мне нечего сказать. Я оставлю этот вопрос без комментариев. И надеюсь, что у нас никогда подобных конфузов не произойдет. Спасибо. Пожалуйста, давайте... Забыл, как зовут, Господи. Тебя, конечно, да. Свет, да. Светлана, ну вот так вот, видите как. Светлана Харудинова, телеканал РЕН-ТВ Тула. Владимир Сергеевич, в продолжении финансового вопроса, уже затронута Вами и коллегами. Народный бюджет. Программа действует в регионе почти три года, но до сих пор нет нужной отдачи от населения. Вы сами об этом неоднократно говорили. Народ либо не понимает, либо не доверяет. По Вашему мнению, чья это недоработка? Не считаете ли Вы, что чиновники на местах что-то вот не доделывают? Может быть, сами недопонимают? Ну, не знаю, многие говорят, что это тульский характер, когда тулики не быстро впускают, но уж если поверив, что называется, доверяют полностью. Могу, наверное, во-первых, проект развивающийся. Мы начинали этот проект совсем небольшой суммы с 20 миллионов рублей, потом перешли на 125 в этом году. Софинансирование из областного бюджета составляет 375 миллионов рублей. То есть сумма существенна, и мне кажется, вот этот год он будет показательным, он будет таким вот, знаете, переломным. То есть если мы действительно сможем выполнить те программы, которые у нас есть, то мне кажется, это будет очень большой, серьезный прорыв вперед. Но я хочу сказать, что даже на начальном этапе у нас процент отказов всего 8%. То есть только в 8% случаев жители не смогли собрать необходимых сумм для того, чтобы войти в программу по уже отобранным проектам. То есть это, ну, я считаю, что это очень допустимый параметр. А вот когда люди почувствуют это и посмотрят, что здесь нет никакого подвоха и что нет никакого освоения средств, а есть действительно основная задача – это людей включить в наведение порядка на своей территории, в своем доме. И когда есть реальный народный общественный контроль, то, я думаю, будут включаться все больше и больше. Ну и программу следующего года мы уже начнем с 1 июня, поэтому нужно активнее туликам принимать участие в этой программе, потому что деньги, они ограничены и, соответственно, побеждают те проекты, которые набирают большее количество баллов. Я думаю, у нас все получится. Это также, наверное, как, если вы помните, в прошлом году мы впервые, вот ваши же коллеги, выступили инициаторами проекта «Бессмертный полк». Да, то есть мы планировали в прошлом году, что от 3 до 5 тысяч человек примет участие в шествии, но уже даже в прошлом году, когда первый раз все только начиналось, там 10 или 11 тысяч туликов вышли на это шествие, при этом никто никого не заставлял. Это вот действительно был внутренний такой порыв. А в этом году вы видели, да, почти 25 тысяч человек. И уверен, что в день 70-летия Победы, который мы будем праздновать в следующем году, это будет, я думаю, 50 тысяч туликов наверняка выйдут на вот этот вот подобный марш. И мне кажется, вот это как раз тот пример, когда, можно назвать его, конечно, модным иностранным словом, краудсорсинг, да, то есть когда, а по-русски это называется просто патриотизм. И вера в те возможности, которые есть у тебя. И программа «Народный бюджет» – это возможность привести свой дом в порядок и просто жить в нормальных человеческих условиях, не более того. Спасибо. Пожалуйста, давайте, наверное, районкам, если не возражаете, «Белевская правда». Юлия Беликова, редактор газеты «Белевская правда». Владимир Сергеевич, у меня вопрос по работе нашего завода «Трансмаш». Сейчас для него не самые лучшие времена в связи с тем, что приостановлены поставки на Украину. Ежемесячные потери составляют 25 миллионов рублей. В два раза сокращена реализация продукции и, соответственно, производство. Выход руководства завода видят в привлечении региональных заказов. И особая надежда возлагает на сотрудничество с Тульской оборонкой. Может ли власть как-то поспособствовать регионально этому? Да, спасибо большое. Действительно, «Белевский трансмаш» – он действительно одно из предприятий, которое уже на сегодня себе ощущает итоги вот этого украинского кризиса, потому что кооперация, которая у них была с украинскими предприятиями, составляла до 70%. И мы очень внимательно смотрим за тем, как развивается ситуация в Белеве и в случае необходимости, пока все-таки мы не достигли того момента, когда необходимо вмешательство государственных органов и государства. Думаю, что будем надеяться, что мы все-таки и не дойдем до этой точки. Но мы внимательно смотрим, и я думаю, что если такая помощь нужна будет, мы эту помощь обязательно окажем. И спасибо еще раз, что напомнили об этой ситуации. Я сегодня соответствующее поручение курирующим заместителям председателя правительства дам, для того, чтобы они еще раз проинформировали меня о конкретике по этому предприятию. Спасибо. Владимир Сергеевич, с 1 января 2015 года на территории Тульской области вступают в силу налоговые льготы для инвесторов, готовых реализовать проекты стоимостью более 3 миллиардов рублей. Хотел спросить, существуют ли прогнозы того, какую именно отдачу получит регион за время действия этого проекта? И готова ли Тульская область обеспечить вновь открывающиеся предприятия квалифицированными кадрами? Что касается, наверное, начну отвечать со второй части вашего вопроса. Что касается квалифицированных кадров, то Тульская область – один из немногих регионов, где действительно на сегодняшний день такая возможность есть, и это наше конкурентное преимущество. Именно посчитав вот эти возможности, мы приняли решение о создании нескольких площадок по привлечению и размещению здесь новых современных производств. Что касается льгот, о которых вы упомянули, безусловно, любые законопроекты принимаются в том случае, если есть потенциал развития и потенциал привлечения инвесторов, которые будут вкладывать сумму не менее чем 3 миллиарда рублей. Соответственно, у нас такие проработки есть, есть заключенные соглашения. Поэтому выгода Тульской области, она прежде всего, конечно же, в создании новых высокопроизводительных рабочих мест. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь размещались экологически чистые производства, и там, где средняя заработная плата по предприятию будет существенно выше, чем средняя по экономике в области. Мы не заинтересованы в размещении производств, когда заработная плата будет составлять 10 или 12 тысяч рублей. Мне кажется, это те минимумы, о которых мы говорим, минимальный порог, ниже которого просто даже опускаться нельзя. Мне кажется, что и любой человек, который сегодня идет на работу, он за свою работу должен получать достойное жалование. Поэтому перспективы есть, мы над этими перспективами работаем, и вы будете о них узнавать, в том числе из нашего общения с вами, но и из средств массовой информации. Мы будем информировать вас. Пожалуйста, Дмитрий, молодой коммунар. Дим, это ты, Дмитрий Литвинов? Вы, извините, ради бога, но у меня тоже будет два вопроса и маленький комментарий. Комментарии по поводу «Арсенала» уже откликнулись на ваш комментарий о том, что титленным спонсором должен быть оборонное предприятие. Люди пишут, что камуфляжную форму надо шить «Арсеналу». Но это так, в порядке. Камуфляжную? Камуфляжную, да. Вы знаете, я видел новую форму «Арсенала», в которой мы будем играть в следующем сезоне высшей лиги. Комментаторы ваши, они недалеко ушли. Действительно, она будет очень оригинальной, думаю, вам понравится. Сейчас ответим. С элементами камуфляжа. Интересно. Иван Сергеевич, вопрос такой. Убеждены ли вы, что Тульская область сможет выйти на тот уровень жизни, который есть в передовых регионах? Догоняем ли мы кого-нибудь сейчас? Нам говорят, там, в Калужской области инвесторы, там живут вот так. Мы догоняем кого-то? Мы где-то соревнуемся, конечно, с кем-то. Это нормально, когда мы берем что-то лучшее у наших соседей. Но ориентируемся. Я вам честно скажу, что ориентир у меня всегда был на Москву. Мне кажется, Москва лидер по всем позициям в Российской Федерации. И мне кажется, надо брать многое оттуда, то, что есть там. И многие вещи мы даже просто должны перенимать и притворять жизнь. Ну, а чем мы хуже? А потом, если посмотреть с точки зрения комфорта и качества жизни, то ведь реально тот темп, который есть, скажем, в крупных мегаполюсах, многие люди просто этот темп не выдерживают. И всегда будут люди, которым будет комфортно жить в Туле. Тем более, очень удобно. Москва недалеко. То есть, в принципе, если что-то нужно, съездил, посмотрел. А то, что нам необходимо для нормальной ежедневной жизни, мы будем все привозить сюда и все строить здесь у себя. Это начиная от физкультурно-оздоровительных комплексов и заканчивая, я не знаю, крупными торговыми центрами, будем развивать новые площадки для размещения промышленных производств. Это все будет уже в этом году. Извините, ради бога, коллеги, еще один вопрос, потому что он только вчера, что называется, появился. В Туле готовится к открытию еще не открыт. Бар под названием Стечкин. Вчера в социальных сетях в интернете развернулась серьезная перепалка среди сторонников и противников. Пошла реклама, я так чувствую. Да, да. Бар еще не открыт. Хочу узнать ваше отношение к названию. Может ли иметь место бар с таким названием в Туле? Вы знаете, мне кажется, есть... Боюсь, что меня может сейчас, конечно, остановить наша антимонопольная служба, Тульское региональное отделение. Они у нас очень внимательно следят за возможностью развития конкуренции. Вы знаете, законами у нас четко обозначено, что можно, что нельзя. Поэтому как-то дополнительно их трактовать или давать какую-то свою субъективную оценку, нравится или не нравится, ну, мне кажется, так сказать, это вот точно не моя задача. Благодарю. Пожалуйста, давайте Богородицк. Богородицкие вести, да? Да, Богородицкие вести, добрый день. Владимир Сергеевич, осенью прошлого года интернет-голосование «Россия-10». Вы призвали всех голосовать за Богородицкий дворец-музей-парк. Всенародную любовь выразилась. У нас будет дальше продвижение парка? Практически он в последнее время не развивается. Он ушел под региональное крыло. Будет ли развитие, перспективы какие? Есть ли у нас? Будет. Будем парк, будем развивать. Действительно, нам, к сожалению, не удалось попасть в десятку тех проектов, которые будут реализованы на территории парка «Россия». Ну, мне кажется, это для нас, безусловно, важно было бы, конечно, попасть. Но самое важное – это то, чтобы, так сказать, мы те вот жемчужины, которые у нас есть, которыми является Богородицкий дворец, чтобы мы их не забыли, будем делать. Я имею в виду то, что Болотов-Самоучка два века назад создал Эхоническую долину. До сих пор, за 200 лет, никто не повторил этого. Это будем вот как бренд тульской или Богородицкий, неважно. И Европы нигде, нигде нет этого бренда, такой Эхонической долины. Нет и грота, который был бы на территории дворца. Нет и каскада прудов. Вот если бы их восстановить, я имею в виду то, что у нас перспективы двигаться вперёд есть. То есть у нас Андрей Тимофеевич обозначил вектор движения. Вот мы туда не пойдём по этому пути? Ну, вы знаете, я не специалист в ландшафтном деле, честно скажу. Мне кажется, здесь очень важно, чтобы мы сделали правильный проект того, что нужно делать. И чтобы не было просто так, так сказать, потраченных денег, которые, в принципе, потом не дадут какого-то результата. И объёмы работ, которые нужно проводить по Богородицку, они немаленькие, честно вам скажу. И мне нужен нормальный проект. Пока нормального проекта я не получил, и, соответственно, решение о выделении каких-то дополнительных средств не принято. Будет проект у меня, мы над проектом трудимся. То есть я призываю в том числе и вас принять участие в этом управлении. Подберёте, давайте будем... Владимир Сергеевич, я хотел вам сегодня подарить книгу, но, к сожалению, есть... У вас, наверное, на входе её отобрали, да? Лет 25 назад вышла книга «Есть в Богородицкий парк». Там достаточно всё концентрированное это всё сделано по парку. Хорошо, договорились. Я жду от вас книги. Всё, спасибо. Давайте к телевидению. Первый Тульский, пожалуйста, коллеги. Захар Аспалимов, телеканал «Первый Тульский». У меня часть вопроса также будет касаться Богородицкого дворца-музея. У нас в области, для кого не секрет, развивают туризм. В Себино-Кимонского района открылся музей Святой Матроны. В Туле краеведческий музей, в Кремле строят колокольню. То есть, в принципе, есть что посмотреть. Но по области, да и, собственно говоря, даже в Туле, нет доступных, именно доступных гостиниц. Вот как не было, так, собственно говоря, и нет. И вот как-то будет решаться этот вопрос. Мы реально привлекаем туристов или пока только говорим, что привлекаем? Нет, мы реально привлекаем. Я хочу сказать, что номерной фонд у нас существенно увеличивается. Только в Туле мы в этом году открываем две гостиницы. Поэтому с точки зрения обеспечения и открытия этих гостиниц, кстати, приведет к тому, что большая конкуренция приведет к снижению стоимости. Потому что когда у вас нет конкуренции, у вас монопольная фактически ситуация, вы можете держать любую цену. Поэтому чем больше будет появляться у нас гостиничных номеров, тем цена будет более конкурентоспособна. Она может меняться в зависимости от сезона, спроса и так далее. Но она будет более конкурентоспособна. И что касается строительства новых гостиниц, ну, здесь, конечно, хотим мы или не хотим, но у нас перспективы в основном в отношении наших жемчужин. То есть это Ясная Поляна. Мы помогли нашему музею, скажем, привести в порядок гостиницу. Там снесли аварийное здание. И сейчас здание, которое находится рядом, в этом году, я думаю, что у нас профсоюзные Тульской области приведут его в порядок. И у нас возможность размещения в Ясной Поляне увеличится почти более чем в два раза. У нас есть перспективы по Поленово. Мы развиваем сегодня Белевское направление, то есть мы строим дорогу на Жабынь. И мне кажется, там тоже достаточно интересная и перспективная история. Ну и, безусловно, Тула, потому что колокольня Тульского Кремля – это один из элементов. Вообще основная задача – это все-таки у нас раскрыть весь памятник Тульский Кремль, открыть все входы, открыть доступ на ту набережную, которая у нас на сегодняшний день пока является собственностью Тульского оружейного завода и пока входит в периметр охраняемый. Это тоже перспектива уже ближайшего времени, потому что все работы по очистке набережной, сносу всех строений там завершены. Это тоже перспектива. Но я думаю, что, наверное, все-таки следующего года, когда мы более детально подойдем, потому что бюджет этого года у нас полностью расписан, что называется, до копеечки. И сам по себе Кремль может принимать до полумиллиона посетителей в год и, скажем, устройство двух подстанций как раз под размещение наших с вами запасников, которых мы с вами не видим, того же Музея изобразительных искусств. Это как раз вот дополнительные мощности музейные. Ну и, безусловно, приведение в порядок всей территории для того, чтобы там просто туляки могли приходить и отдыхать, потому что в центральной части города у нас такого места нет. Ну, наверное, стадион «Арсенал», ну, в том или ином виде, хотя он тоже требует реконструкции. Ну, вот парк, потихонечку приводим в парк. Я думаю, что основные работы по центральному парку в этом году мы завершим. И, в принципе, когда мы говорим с вами о внутреннем туризме, да, то есть внутрироссийском туризме, безусловно, очень важно, чтобы, так сказать, сам город очень сильно развивался. Потому что от Тулы что до Поленова, что до Ясной Поляны, да, в общем, и до Жабыни, недалеко. В принципе, в состоянии люди, которые хотели посетить эти места, они могли бы приехать и остановиться в Туле и, соответственно, так сказать, съездить. Но очень важно, чтобы в Туле были не только гостиницы, но чтобы еще можно было просто провести время, да, то есть это и предприятие общественного питания, да и выйти просто прогуляться. Поэтому Тула для нас очень важный, приоритетный проект именно с точки зрения развития общественных зон. И вот в этом году мы подойдем к формированию парка 250-летия Тульского оружейного завода. То есть этот парк будет сформирован, и на следующий год мы предполагаем... Сейчас это не парк, это просто некая там территория, да, которая потихонечку так разграблялась, то там кусочек отрежут, то там домик построят, то там дорожку проложат. А мы ее сформируем в парковую зону, и на следующий год мы планируем ее поставить в реконструкцию по аналогии с центральным парком. Ведутся работы серьезные по парку Пролетарского района. Это то, что делается областным правительством. А город на себя взял обязанность приведения в порядок так называемой березовой рощи. Там, к сожалению, правда, были варварским способом, что называется, уничтожено 18 берез. Но это земля, которая была продана в частную собственность еще лет 7 назад. И, к сожалению, те люди, которые ее купили, пока на наши настойчивые просьбы продать ее обратно в муниципальную собственность, пока, что называется, отмалчиваются. Они просто нарушили это экологическое законодательство без разрешения, без порубочных билетов. Соответственно, снесли 18 деревьев. Они привлечены к ответственности достаточно серьезно. И пока разрешение на строительство там не выдавается. А вообще, в принципе, березовую рощу, Евгений Васильевич Авилов, у него есть планы по строительству там лыжероллерной трассы и, соответственно, тоже формирование зоны отдыха. И вот все такие зоны, которые в Туле есть, наша задача их сформировать и сохранить для того, чтобы, так сказать, они ни в коем случае не застраивались в дальнейшем. Давайте дадим слово детям. У нас присутствует и работают с нами классное телевидение. Ребят, я вас не вижу, но знаю, что вы руку тянете. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Дарья Гавриленко. Софья Гущина. Четвертый лицей классное телевидение. Владимир Сергеевич, у нас к вам такой вопрос. Всем известно, что в этом году по России были отменены золотые и серебряные медали. А вот регионам этот вопрос дали решать самостоятельно. Поэтому у нас назрел к вам подобный вопрос. Скажите, пожалуйста, Владимир Сергеевич, все-таки быть или не быть золотым и серебряным медалем в этом учебном году в нашем регионе? Спасибо. Так, вопрос уже на засыпку, что называется. Мне надо уточнить. Честно скажу. Вот молодцы, да, дети? Четкий вопрос. Ну, с учетом того, что у нас 26 мая уже ЕГЭ, да, начинаются, мне надо просто проверить, какое решение все-таки наше профильное министерство принято. Я уточню и обязательно отвечу на этот вопрос посредством наших средств массовой информации. Ну, а каково ваше отношение вообще к отмене? Вы считаете... Нет, я вообще считаю, что человека, многие люди, или, скажем так, большинство людей заинтересовано в том, чтобы их поощряли. И, скажем, не только материальное поощрение, а именно вот эмоциональное поощрение, оно для человека очень важно. Я за то, чтобы медали были. Спасибо большое. Давайте, Лена, Российская газета. Сейчас, микрофончик, подожди. Елена Шлепова, Российская газета. Владимир Васильевич, на одной из своих первых пресс-конференций, чуть ли не на первой, вы сказали, что у вас ранее не было провальных проектов, и что вы надеетесь, что Тульская область тоже, как бы, здесь тоже у вас всё получится. Вот что для себя лично, как вы формулируете вот успешность проекта Тульская область? И вот спустя тысячу дней с того момента, как, что получается? Вот. И если можно, сразу второй вопрос. Ну, не секрет, что для Тульской области болезненным моментом является отходничество. Как намерены бороться с оттоком специалистов в Москву, в Московской области? Спасибо. Ну, наверное, со второго вопроса, наверное, начну отвечать. Я, кстати, поздравляю вас, новый начальник же, да, вчера. Президент назначил нового управделами, а российская газета у нас подразделение управделами президента. Правильно? Да? Ну, вот видите. С новым начальником у вас. Вот. Что касается отходничества, действительно, вопрос очень важный. И сегодня мы видим все-таки в большей степени неквалифицированное отходничество. То есть оценки очень разные, но по моим оценкам и тем социсследованием, которые мы имеем, порядка 100-110 тысяч туляков ежедневно работают вне региона. Это в основном московский регион, и большинство из них работают как раз не по профессии. И очень много людей, если, скажем, был этап, когда уезжали врачи, медсестры, то сегодня постепенно начинает торможение этого процесса. Ну, с чем это связано? Во-первых, Москва на сегодняшний день регион, который тоже обязан выполнять указы президента, и его, даже возможности такого региона, как Москва, тоже ограничены. И, безусловно, они тоже считают очень активно свои деньги, и если раньше они позволяли себе привлекать квалифицированную рабочую силу совершенно спокойно, имея небольшую разницу, ну, скажем, в полтора раза разницу в заработной плате, то сегодня они существенно считают свои деньги. И у нас начался обратный процесс, приток, скажем, тех же медицинских кадров. Что меня, скажем, честно скажу, меня это обнадёживает, потому что для нас вопрос медицины и качества медицинского обслуживания очень важен. Меня гораздо больше беспокоит то, что наши с вами квалифицированные токари, инженеры, слесари уезжают в московские регионы, работают там просто охранниками. Это те люди, которые, проработав год-два, я сам служил в армии почти 12 лет, я просто, знаете, нас всегда говорят, вот люди армейские, да, но у нас всегда была боевая подготовка, политическая, физическая, строевая, ну, то есть целый комплекс подготовки. Но когда человек, проработав два-три года охранником, когда им, его образованием, его физической подготовкой никто не занимается, но прописан-то он всё равно у нас, он возвращается сюда, он потерян, он не может себя найти. Навыки, с которыми он уезжал, тоже потеряны. Поэтому вот это меня беспокоит очень сильно, когда наши с вами квалифицированные кадры, уезжая за условно длинным рублём в московский регион, они возвращаются сюда-обратно и уже потеряв квалификацию, не могут найти своё применение. И фактически они просто теряются. Многие спиваются, ну и так далее. Сами всё это знаете, лучше меня, на самом деле. Вот это меня беспокоит гораздо больше. Хочу сказать, что указы президента, в том числе по повышению заработной платы, да, в принципе, все указы, они направлены на одно – на создание нормальных условий по проживанию граждан России на своих территориях. Ну вот могу привести пример. Чуть больше года назад мы предоставляли детям-сиротам в Алексине 10 квартир. Вот я специально, готовясь к этой пресс-конференции, попросил, что с этими квартирами. Квартиры были предоставлены в новом доме, там были, правда, сложности, лифт долго не могли запустить. Ну, скажем так, всегда, знаете, когда вот только программы начинаются, чиновникам тоже нужно привыкнуть, чтобы они привыкли к тем правилам и требованиям, которые есть по выполнению этих программ. И я вынужден, к сожалению, сказать, что тогда ещё можно было квартиры приватизировать, и, соответственно, поступали они в собственность. Сейчас все квартиры, которые мы предоставляем детям-сиротам, это специализированный жилищный фонд, они приватизации в течение пяти лет не подлежат, и, соответственно, они находятся в собственности Тульской области. Дети снимают эти квартиры как по социальному найму, но это специализированный найм. Через пять лет они имеют, в случае, если они продолжают там проживать, они имеют право на приватизацию, если, правда, приватизация сохранится, это федеральный закон, правда, трактует. Вот. То есть там совершенно другое правило в комплектовании этого жилищного фонда. Так вот я хочу сказать, из десяти квартир в восемь квартир были проданы, и наши с вами дети-сироты получили за них деньги и уехали. И только две семьи детей-сирот, ну, бывших детей-сирот проживают в этом доме. Понимаете? И это же основная проблема, которая направлена на переселение людей из аварийного жилья, предоставление квартир детям-сиротам, это не то, чтобы откупиться от сироты на тебе, там, миллион рублей и ни в чем себе не отказывай, ни в коем случае. Основная задача – это решить жилищную проблему конкретного сироты, решить жилищную проблему конкретной семьи, которая 40, 50, 60 лет проживали в бараке в угольных районах. Это основная задача. Поэтому, конечно, если будут созданы нормальные условия для проживания, поверьте мне, вот этот отток людей в более обеспеченные регионы, он существенно сократится. Но, а в принципе, вопрос миграции, внутренней миграции, он тем или иным образом все равно будет развиваться. И у Тулы, как раз в отличие от многих других городов, местоположение и возможности развития гораздо лучше, чем у многих других городов России с точки зрения именно привлечения людей. Но для этого нужно хорошенько потрудиться. Это дороги, это возможность развития города, и именно по этой причине на сегодняшний день стоит вопрос по развитию города и формирование нового муниципального образования на базе Ленинского района и города Героя. Вот этот вопрос, он, наверное, самый важный вопрос. И что касается, что получается, что не получается проектов. Вы знаете, самый сложный проект – это проект демографии. Для Тульской области он просто, ну вот, жизненно необходимый проект. И, к сожалению, мы пока находимся… То есть мы сделали неплохое движение в 2012 году, в 2013 году темпы мы немножко снизили, но пока вот мы находимся с точки зрения демографии в очень непростой ситуации. Вообще вот этот демографический крест в Тульской области, он начался в 1979 году. Причины там социологи, конечно, в основном. Почему женщины не рожают, да? То есть вот поднимите руки, у кого ребенок 3 года и младше в зале. Вот там издалека одна рука. Вот видите, 70 человек, ни у кого из вас нет детей 3 лет и младше. Почему? Почему? Понимаете? Да, это вопрос внутреннего ощущения. Готовы ли люди рожать детей? Поднимите руки, пожалуйста, кто усыновил или установил опекунство над детьми-сиротами вот здесь, в зале. Ни одного. Почему? И это вот те вопросы, на которые нам нужно отвечать вместе. И для меня, я, конечно, понимаю, что в рамках тех конституционных полномочий, которые у меня есть, работа как губернатора Тульской области, решить вопрос или, скажем, возвращение на демографический крест в обратную сторону не удастся. Но, в принципе, это для меня основной вызов, который я вижу. А все остальное, если мы будем выполнять все указы президента от 7 мая 2012 года и те программы, которые у нас запланированы, то это как раз должно привести к тому, чтобы Тула стала привлекательным городом и Тульская область не только для пенсионеров. Потому что сегодня, пока мы с вами пенсионная область. Вот это основная, наверное, задача. Она очень сложная. Тенденции, то есть направление и динамика у нас позитивная. Но недостаточно для того, чтобы в рамках моих конституционных полномочий эту задачу решить. Пока расчетным крест стоит у нас в обратную сторону, когда рождаемость начнет превышать смертность. Смертность, я про естественную демографию, потому что у нас еще есть иммиграционный приток, пока стоит на 29-й год. Но вот мне очень хотелось бы, чтобы этот срок приближался ближе сюда и не только за счет продолжительности жизни и снижения смертности, но прежде всего за повышение рождаемости. Поэтому приглашаю всех журналистов активнее вливаться в эту работу. Пока за исключением, конечно, школьного телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok